В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители ведомств и управления отчитались в работе, проделанной за минувшую неделю. Подробнее в нашем сюжете. Городской округе Люберцы реализует федеральную программу обеспечения детей, сирот и детей, оставшихся обеспечения родителям жильем. Владимир Петрович, сегодня у нас четыре ребенка достигли 18-летия, примитивное жилье. Я прошу вас вручить ключи от квартиры. Все квартиры с муниципальной отделкой, имеются кухни и иная мебель. Новая жилплощадь находится в деревне Матюково. В рамках государственной программы за счет средств федерального и областного бюджета с 2008 года в округе закуплено около 300 квартир. На 2022 год запланировано обеспечить жильем 32 воспитанника детских домов. В жизни каждого человека, семьи, жилье – это главное со мной, поэтому пожелаем ребятам и счастья, и благополучия. За минувшую неделю в Люберцах произошло два пожара. 6 апреля загорелся балкон квартиры на Октябрьском проспекте в доме 263. Пострадавших нет. День 9 апреля, в 3 часа 31 минут, по адресу Люберца, улица Попового, дома 20, на мусорной площадке, в результате горения мусора, в контейнере. Страдал автомобиль Годель на площади 2, пострадавших нет. В Люберецкую полицию поступило более 2000 обращений. Возбуждено 29 уголовных дел, из них 24 раскрыто по горячим следам. За этот период произошло очень много ДТП, 211 ДТП. Ну, без пострадавших грядут и предпраздничные недели, потому что мы работаем в сильном варианте. Улучшилась эпидемиологическая ситуация. Сейчас в день осуществляется около 400 вызовов врачей. На пике заболеваемости это число доходило до 3,5 тысяч. В настоящее время у нас закрыты оба ковидных госпиталей. Это кросс-фол, который сейчас будет в рабочем режиме, и фол, который сейчас проводится работой по передачи его, так сказать, основным усовствами. То есть остановки сейчас стабильные. 16 апреля состоится общеобластной субботник. Основная площадка – Наташинский парк. Другие места проведения коллективных уборок можно увидеть на сайте администрации и в социальных сетях. Просьба всем, кто имеет желание, как-то помочь на введении порядка на территории городского округа, принять в этом участие. На субботнике жители округа ждет праздничная программа, бесплатное питание, ярмарка, музыка и отличное настроение. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.